Коллеги, добрый день. Сегодня у нас очередная беседа с мастером ТРИС Валерием Сушковым. Он не только мастер ТРИС, он разработчик методов и инструментов поддержки решения инновационных задач, вице-президент Международной ассоциации «Матрис» и основатель и президент Международной ассоциации «Бизнес ТРИС». Один из разработчиков «Бизнес ТРИС» принимал участие в 150, возможно, уже больше, да, Валерий, проектов различных инновационных для клиентов из более 60 стран мира. И среди клиентов такие известные крупные компании, как General Electric, LG Electronic, BMW, Philips, Siemens, Unilever и целый ряд других. А сегодня мы захотели, запланировали поговорить о ТРИС и стартапах. Вот эта тема такая. И я хотела бы пояснить, почему вот решила предложить эту тему, обсудить. Ну, во-первых, тема развития инновационного технологического предпринимательства активно развивается не только в России, но и во всем мире. А для России, ну, в нынешней экономической обстановке эта тема весьма актуальна, актуальна и для технологического суверенитета страны, импортозамещения, и в том числе и для развития социальных стартапов. И, во-вторых, традиционные подходы к развитию бизнеса, те, которые используют крупный, там, средний бизнес, даже малый бизнес, к стартапам он неприменим. И так как стартап действует в условиях чрезвычайной неопределенности, это нужно учитывать при запуске этих проектов. И я вот полагаю, что ТРИС действительно может помочь, как на этапе выбора идеи, так и на всех других этапах, работает как с прототипом, так и с бизнес-моделями. И третий момент, очень такой интересный. Российские вузы активно создают последние несколько лет акселераторы. Причем государство поддерживает и предоставляет возможность получить гранты из федерального бюджета вузам для создания акселераторов, которые создаются для того, чтобы генерировать или создавать стартапы. Но вузы, которые получили такую возможность, они должны иметь у себя команды экспертов и трекеров, которые способны будут помогать этим стартапам, помогать студентам, создавать эти новые проекты, инновационные проекты. И, как выяснилось, что недостаточно у вузов таких людей, экспертов и трекеров. А у тех, которые они уже имеют, недостаточно знаний. И прежде всего, знаний и навыков для решения проблем. Чтобы помочь начинающим стартаперам создавать те продукты или услуги, которые нужны рынку. Это самое главное. Вот в конце апреля, извините за такую долгую, длинную преамбулу, в конце апреля проходил такой масштабный хакатон на платформе «Университет 2035», в которой он принял участие 334 команды из 50 вузов страны. Это как раз те вузы, где началось формирование акселератора. Я принимала участие в этом хакатоне как эксперт. И помимо того, что помогала командам в оценке их идей и прототипов продукта, по ходу наблюдала, оценивала, с такими же проблемами они сталкиваются. В чем ТРИС, прежде всего ТРИС, я потом объясню, почему Валерий объяснит, может быть полезен этим проектам. Значит, что по статистике уровень неудачных стартапов очень высок, но этот процент можно рассматривать еще в таком положительном аспекте, учиться на чужих ошибках. И как не наступать на одни и те же грабли? Каким образом можно, как ТРИС может повысить шансы этих стартапов на успех? Вот об этом мы сегодня поговорим. Маленькая такая статистика, что в мире насчитывается 150 миллионов стартапов. Каждый год запускается 50 миллионов новых стартапов. И получается, что каждый день около 140 тысяч стартапов появляются, рождаются каждый день. Представляете, какие огромные цифры. Ну и, как я уже сказала, 90% стартапов терпят неудачу. Валерий, как, по вашему мнению, в чем причины того, что множество стартапов не превращаются вот в такие просветающие стабильные полноценные компании? А то мы поподробнее еще разберем. Во-первых, здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, слушатели. Вопрос достаточно интересный, и на него существуют ответы. Ответов не один, ответов много. Но, как правило, есть статистика, которая подтверждает наши мысли, и давайте сначала поговорим о роли стартап в современном обществе. Дело в том, что стартапы появились, ну, наверное, где-то на рубеже 80-х, 90-х годов. Ну, конечно, они были до этого, но такого массового движения стартапов не было. Это происходит с отчасти по двум причинам. Первая причина – это то, что большие корпорации, находясь на, ну, уже на довольно большой и длительной стадии своего развития, как известно, на вот третьей стадии, С-образной кривой, где они в основном находятся. Одна из закономерностей – это максимальное снижение рисков. Вот. А запуск новых продуктов, новых услуг – это всегда максимальный риск. Поэтому большие корпорации сопротивляются любой инновации. Хотя, конечно, когда вы слышите, выступает какой-нибудь генеральный директор на подиуме, он заявляет, что мы открыты для всех инноваций, и вообще, и вообще. А когда с ним разговариваешь где-нибудь в кабинете в укромном уголке, он говорит, инновации – это последнее, с чем я хочу сталкиваться. Головная боль. Потому что это непредсказуемая активность. А для компаний, там, в 10-20 тысяч человек заниматься непредсказуемой активностью – это смертеподобно. Вот. Поэтому в последнее время произошел переход. Компании вместо того, чтобы заниматься сами рискованными такими проектами, они предпочитают мониторить постоянно появление новых стартапов и отслеживать уровень, на котором находится стартап. У стартапа обычно три стадии развития. Первое – это рождение. Второе – инкубация. И третье – это масштабирование. Вот. Рождение – это когда появляется новая идея, появляется коллектив, увлеченный этой идеей. Ну, и запускается стартап вне крупной корпорации. Это небольшая команда, как правило, 5, 10, 15, 20 человек. Затем идет инкубация. Вот. Это процесс доведения идеи до какого-то продукта. Вот. То, что называется Minimally Viable Product, MVP, наверное, знаете. Вот. Который минимально удовлетворит потребности рынка. Да. То есть, почему я говорю минимально? Потому что у любого инновационного стартапа должно быть УТП. Уникальное торговое предложение. Потому что, как правило, стартапы, вот такие инновационные, особенно высокотехнологичные стартапы, они рассчитаны на Голубой океан. Наверное, вы знаете теорию Красного и Голубого океана. Вот. В Красном мы повторяем то, что уже создано, и лишь конкурируем за счет снижения цены, либо убирания каких-то фич полезных и снижения цены и так далее. А Голубой океан, когда вы приносите какую-то новую услугу, новую идею в неконкурентную пространство. То есть, вы первый. Да. То есть, конкурентов у вас нет. Естественно, все инновационные стартапы смотрят на Голубой океан. Вот. То есть, это инкубация. То есть, доведение идей до продукта или услуги. Ну, тоже можем называть продуктом. А затем начинается самое страшное. Это масштабирование. То есть, если стартап дошел до этой точки, прошел через инкубационный период, то начинается масштабирование. Это масштабирование, это продажа вашего продукта или услуги по всему миру, можно сказать. Ну, либо на тех рынках, для которых он предназначен. Вот. Так вот, главная проблема, которым соглашаются все, кто проводит статистику, что порядка 48% стартапов разваливаются, потому что предлагают продукт, который рынку не нужен. Я сам лично в своей практике сталкивался с несколькими стартапами, которые заказывали 3S-проект. И главная задача 3S-проекта была выяснить, почему продукт не продается. То есть, они уже прошли стадию рождения, стадии инкубации, выдали продукт, а он не продается. Более того, они пытаются его запустить бесплатно на какое-то время, как и бесплатно не берут. Вот простой пример могу привести. Одна компания разработала такой софтверный продукт, который считывает номера на чеках. То есть, в Тайване в свое время решили устроить лотерею. И лотерея – это был номер НДС, который высвечивается на чеке. Ну, вы приходите, покупаете какие-то продукты, вам дается чек, кассовый чек, а на нем написан номер НДС. Все, больше ничего. И в конце месяца проводится вот такая лотерея, какой-то номер НДС выигрывает крупную сумму. То есть, это что означает? Что вы не должны выбрасывать никакие чеки, при никаких покупках, естественно, вы собираете эти кучу чеков к концу месяца, ну и затем в конце месяца выходит лотерея, и вы сравниваете ваши номера на ваших чеках с выигрывшим номером. Вот они сделали софт, который позволяет просканировать все эти номера, занести в программу, в базу данных, и затем в конце месяца сверять с выигрывшими номерами. Казалось бы, удобно. Да. А вот никто не стал пользоваться этой программой вообще. Почему? Оказалось, что, ну сколько там человек за месяц получает чеков? Ну, 10-15, может быть, максимум. Вот. Ему гораздо проще отложить эти чеки, достать с кошелька, разжарить на столе перед собой и сравнить с выигрышными номерами. Не нужен ему никакой софт для того, чтобы делать эту процедуру. Ну да, если это рассчитано было именно на пользователей, те, у которых чеки, ну это да. Конечно, зачем это нужно? Кому не нужно было? Лишняя морога какая-то, лишние затраты. Они вынули продукт, который никому не нужен. Так вот, таких продуктов и услуг предлагается 48%. Это гигантское количество, если задуматься. Вторая причина. Вот вроде бы выдается какой-то новый продукт, которому есть какая-то, какое-то торговое, уникальное торговое предложение, УТП так называемое. Но опять же, оказывается, что это УТП существует только в головах производителя этого продукта. Рынка у него нет. Вот нет и все. То есть, допустим, можно выпускать велосипеды желтого цвета. Вот один раз у меня была такая реальная проблема, когда мы проводили, есть такая компания Gazelle, очень известная голландская, которые выпускают велосипеды. Вот, и провели так называемое Open Innovation, то есть, опросили клиентов, что бы они хотели улучшить в велосипеде, что бы они хотели видеть нового в велосипеде. И когда получили около там несколько тысяч ответов, то оказалось, что самое большое количество предложений было покрасить велосипед в разные цвета. Хорошо. Gazelle отреагировала на это. Начали продавать, выпустили опытную партию велосипедов, покрасленную в разные цвета. Ну, желто-красный велосипед, или желто-синий-зеленый велосипед, и так далее. Оказалось, что их никто не берет. Почему? То есть, люди написали в первую очередь какие-то свои пожелания, но когда они увидели эти велосипеды, никто их не захотел брать. Понимаете? А это уже был не стартап, это фирма со столетней историей существования. Вот, о чем я хочу сказать, что вот самая главная причина неудач, это, ну, во-первых, мы можем не дойти до стадии масштабирования. У нас деньги заканчиваются на стадии инкубации. Это вторая причина развала. Да, финансирование – это одна из важнейших причин. Да, да. Вторая причина – это, то есть, основная причина – это то, что ваш продукт никому не нужен, и вторая причина – это то, что вы финансово просто не дотягиваете до результата. Вот. И еще существует третья причина – это область, в которой существует ваш стартап. Самая рискованная область, где 99% стартапов разваливаются на этапе инкубации – это робототехника. Что это? Робототехника. Да, надо же. Вот высокоточное машиностроение и робототехника. Там стартапы почти не выживают. А какие стартапы наиболее подвержены риску? Самые менее, наименее подвержены риску – это вот по статистике аналитического агентства CB Insight – это те, которые запускают новые продукты, услуги, точнее, в области страхования. Самые выживающие стартапы. Надо же. А чуть-чуть вернитесь на робототехнику. Почему все-таки они не выживают? В основном не выживают из-за недостатка финансирования. То есть, как правило, и, 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 что очень важно, из-за масштабирования. Оказывается, чтобы продать ваш продукт, вам нужно вкладывать, инвестировать в продажи. Правильно? А об этом обычно не думают. Берут инвестиции, берут первый, проходят второй раунд, доводят продукт до ума, а денег на масштабирование, на продажи, на маркетинг не остается. Вот по статистике агентства CB Insight требования занижены к финансированию масштабирования, занижены в 18 раз. А если это, допустим, если возьмем, вернемся к робототехнике все-таки, потому что это такое направление популярное, если есть заказчик, и он говорит, какую конкретно проблему должен решить вот эту вот новую конструкцию этого робота. И он знает, что это деньги, он готов выделять, то как? Сейчас мы говорим о бизнес-модели. О бизнес-модели. Ваша бизнес-модель не определена в 30% стартапов. Да, мы потом чуть позже вернемся к бизнес-модели. Они вкладывают какие-то деньги, они выходят с продуктов и не знают, что с ним делать. И у множества заказчиков, особенно в секторе B2B, есть так называемый Launching Customer. Это тот клиент, которому нужна ваша техника, ваша разработка. Он вам дает деньги, кто-то еще дает деньги. На эту технику вы делаете, допустим, робота, который используется только в одной операции, только в одном секторе. То есть, ну, всему миру может понадобиться 10-15 таких роботов. Да, если он заточен на какую-то определенную задачу, как вы будете масштабировать? Другим это совершенно не нужно. Это one of the client в области B2B, бизнес-то-бизнес. Если вы делаете робота, который собирается продавать к кастомер B2C, на сегменте B2C, все, ситуация совершенно иная. Во-первых, этот робот должен продаваться за цену чуть выше стаби стоимости. Если вы делаете продукт, который нужен всего 10 компаниям мира, то есть 10 роботов, то вы можете планку на него поставить гигантскую. То есть, его себестоимость будет 10 тысяч долларов, вы можете продавать за миллион. Это нормально. На современном рынке это нормально. Но если вы планируете продавать робота, себестоимость которого 10 тысяч долларов, на B2C-сегменте, его цена должна быть 12-13 тысяч долларов, не выше. Потому что иначе вы проиграете конкурентам. Это уже зависит от бизнес-модели, которой вы работаете. И изначального понимания, какие инвестиции вам понадобятся в продаже. Если вы собираетесь продавать на массовом рынке, то инвестиции третьего раунда, которые уже говорят о масштабировании продукта на весь рынок, они должны быть огромными. Потому что для того, чтобы продать там на 100, на 200, на 300 миллионов, вам нужно вложить 50-60 миллионов в маркетинг, в рекламу. Особенно если продукт неизвестен, его еще нужно раскручивать и так далее и тому подобное. Да, я знаю, что очень много есть примеров, когда как раз на стадии масштабирования запускают излишнюю рекламу. Тратят деньги, реклама эта не работает, она не срабатывает даже, может быть, потому, что не могут донести в ценностное предложение правильно. Да, 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 совершенно верно. И адекватное восприятие ценностного предложения – одна из причин провала масштабирования на рынке. Это естественно. Хорошо. Ну, теперь еще один момент. Следующий вопрос. Перейдем к следующему вопросу. Вот основные проблемы, которые я отметила в ходе Хакатона и вообще в своей практике, это то, что команды, инициаторы стартапа, проекта затрудняются в выборе идей, не могут сформулировать правильно свой продукт. И самое главное, действительно не понимают ценность для пользователей. Открываем учебные посуды, открываем интернет, любую популярную литературу о стартапах. И первое, что вы прочитаете – найти правильную идею. Вот. Валерий, расскажите, пожалуйста, насколько полезны будут методы РТВ-ТРИС? Замечательные методы. Я их просто обожаю. Развитие творческого воображения для поиска идей стартапов. Я понимаю, что каналы, можно использовать различные каналы для того, чтобы найти правильные идеи. Да? Но вот как вот именно РТВ-ТРИС может помочь стартаперам? Ну, начнем с того вообще, как ТРИС может помочь стартаперам. Да. Вся философия РТРИС базируется на том, что мы не ищем оптимизационные решения, а мы устраняем противоречия. Противоречия. Ну, просто противоречия. У вас есть компания, которая продает что-то, неважно что. Вы хотите увеличить продажи. Для того, чтобы увеличить продажи, нужно увеличить число продажников, то есть тех, кто продает. Но как только вы увеличиваете число продажников, у вас растет фонд заработной платы. Про затрат на фонд заработной платы. И продажникам-то платить нужно. Вот. Возникает противоречие. С одной стороны, продажников должно быть очень много, чтобы продавать много. С другой стороны, продажников должно быть мало, чтобы им платить малую зарплату. Чтобы фонд зарплаты не увеличивался. Стандартное решение – это оптимизация. Ну хорошо, есть у нас 5 продажников, наймем еще троих. Хорошо, пишемся в бюджет. Трезовское решение обычно устраняет противоречия. Противоречия устраняют через обострение. Мы сильно, мы формулируем новую задачу, новую проблему. Мы сильно увеличиваем наши продажи, скажем, в 10 раз. При этом мы не увеличиваем фонд заработной платы вообще. А он какой есть, такой остается. Но в 10 раз увеличивается продажа. А еще лучше. Мы увеличиваем в 10 раз продажи, а фонд заработной платы продажников становится ноль. Вообще ничего не платим. Понятно, что любому здравомыслящему менеджеру эта идея, скажем, фантастика. Какая фантастика? Посмотреть на автомобильную промышленность. Кто из автомобильной промышленности сам продает автомобили? Да не продают они автомобиль. Продажей и распространением автомобилей, масштабированием занимаются дилеры. А разве автомобильные компании платят зарплату дилерам? Нет. Дилеры это самостоятельные независимые компании, которые берут на продажу автомобиль. И из проданной цены какая-то часть остается у дилера. Все. То есть автомобильная корпорация не тратит ни копейки на то, чтобы иметь в себя продажник. При этом продает автомобили миллионами. Вот и разрешение противоречия. Вместо собственных продажников вы аутсорсите продажу вашего продукта. Все. Вы ничего не тратите на это делать. И вот любая проблема может быть решена таким образом. Устранением противоречия. Просто мы с детства учимся к оптимизации. Мы из детства, наш мозг приучают в школе, в университете, в детском саду. Нас учат оптимизировать. Почему? Потому что эта оптимизация – это наиболее быстрый способ решения проблемы и наименее рискованный способ решения проблемы. В то время как проблемы, которые приводят к противоречию, гораздо эффективнее решать устранением противоречия. Дальше. Второе. Первое. То есть мы устраняем противоречия. Но, что очень важно именно в рамках стартапов, в том, что ТРИС заточен на то, его инструменты заточены на то, чтобы устранение противоречия делалось максимально идеальным способом. Вот смотрите, в примере с автомобильной корпорацией. Автомобильная корпорация ничего не вкладывает в развитие дилеров. Ничего. Они не тратят деньги. Они появляются сами. Они заинтересованы в прибыли, они заинтересованы в бизнесе. Они берут где-то инвестиции, они вкладывают свои семейные деньги, и они появляются сами. Смотрите, вы решили проблему, и вы не вложили в нее ничего. Стартапы, как правило, особенно на периоде инкубации, когда уже есть готовые идеи, я сейчас не говорю про поиск идей, а когда есть готовые идеи, разваливаются, потому что не хватает денег довести идею до продукта. И во время инкубации стартапам приходится решать массу проблем, которые они должны что-то вкладывать. Так вот здесь, почему не применить ТРИС? ТРИС позволяет решать эти проблемы максимально идеальным способом. Прекрасно. То есть генерировать новые идеи, новые решения. Мы можем сгенерировать 20-30 идей решений какой-то конкретной проблемы. Из них какие-то будут очень затратными, какие-то будут минимально затратными. Но эффект-то будет один и тот же. Зачем нам тратить кучу денег, если мы можем получить решение практически бесплатно? И вот если люди, участвующие в стартапе, обладают таким мышлением, обладать им несложно. Для этого достаточно изучить пару инструментов ТРИС и понять ТРИС на философию. Представляете, насколько эффективнее будет работа стартапов? Потому что вместо того, чтобы применять свои мозги для того, чтобы решать проблемы, они применяют их для того, чтобы обивать пороги у инвесторов, просяв все больше и больше денег. Но показывает, практика показывает, что с течением стартапа инвесторы дают все меньше и меньше и меньше денег. Больше всего денег дают на первом этапе существования стартапа, а меньше всего денег дают уже на этапе масштабирования. Если посмотреть на статистику частотность распределения, не по сумме я сейчас говорю, по частотности распределения, так почему бы на этих этапах не использовать собственные мозги? Вот. Вот в чем преимущество и особенность использования ТРИС в стартапах. То есть на каждом из этапов можем находить решение, идеи решения, которые будут внедряться быстро и легко. Я не говорю, что это в каждом случае, конечно. Но в основном мы можем находить более эффективное и более идеальное решение. А идеальное решение означает то, что его можно внедрить быстро. И оно будет работать, эффективно будет работать. И вот это крайне важно для стартапов. Крайне важно для стартапов внедрить решение быстро. И не тратя на него много денег. Ну вот они упираются прямо сразу в какую-то стенку, еще на стадии вот этой идеи формирования. Идея. Что такое? Я пыталась, вот работая с командами, вот в конце апреля на Хакатоне, я им задавала вопрос. Они не понимают слов таких, не знают, что такое противоречие. В чем оно? Когда начинаешь подводить, там вот пример, ну в вузах, вы знаете, ограниченные пространства, да? Да. Студенты на перерывах, на больших особенно, там, этих переменах, они не знают, куда себя деть. Только прислониться к стеночке и ковыряться в телефоне, если только зарядка еще не закончилась. Розеток не хватает, где-то им посидеть, поработать там, или даже поговорить, пообщаться. Но нет таких мест. Особенно вот когда зима. Мы берем, со мной работали вузы из Томска. Холодно. Куда ты пойдешь на улицу? Никуда. Решение какое? А им нужны вот задания от проектора по учебной работе сделать умное пространство. Как бы площадей нету, ограничения есть со стороны пожарников, что ты ничего не можешь там налепить или там пуфы даже бросить, да, в коридорах. Вот. Вот только одна команда поняла, в чем противоречие, да? Нет площадей, но нужно это сделать. Правильно? Как? Да еще с минимальными затратами. Вот. Ребята ушли думать, я им посоветовала. Кинула им несколько примеров по Тризу, и действительно это интересно. А другие нет, вот они плавают. Вы ищут, не пойми где эти идеи. Тут задача в том, как можно раскрепостить наше мышление. Да, это самое главное. Наше мышление просто забито вот этим, то, что нас заставляют. Стереотипами. Да? Адректировать, искать компромиссы, да. И мы, наше направление поиска очень сужено. Для того, чтобы искать новые идеи, его нужно, пространство поиска нужно расширить. Да? Но если расширить, то где тогда искать? И вот Триз для этого существуют приемы, вы знаете, инновационные приемы, законы развития, экономерности, которые направляют в эти участки, пространство, где находятся самые сильные решения. Да, вот простите, что перебиваю, оказывается, самая главная книга, на которую ориентируют стартаперов для поиска идей, называется «Спроси маму». Это какая-то американская такая книга, издание, вот маму спроси, и ты найдешь инновационную идею. Ну, может быть, для небольшого какого-нибудь мелкого там стартапера ты найдешь. Но мы же говорим о технологических стартапах, о инновационных стартапах, да, инновационное предпринимательство. Так что, да, действительно, что Триз позволяет направить в нужную сторону, правильно? Где искать эти идеи, где искать? Нашел противоречие, все, вот она, твоя идея, разобудай с этим противоречием, да? Я все время удивляюсь, вот, вы знаете, Проктера Гэмбелл, все время изобрел, это в 95-м году, и запатентовал швабру с шарниром. Знаете, швабру, которой просто палка гнется во все стороны, а, значит, остается. Проблема существовала, ну, более, наверное, 200 лет, когда шваброй моешь пол, нужно залезть куда-нибудь под шкаф, нагибаешься, спина болит. Ну, да, деревянные швабры были, господи. Вот почему за 200 лет никто не догадался простоять вот шарнир. Шарнир, чё. Почему? Проктера Гэмбелл с этого получает около миллиарда за продажу лицензий, но уже закончилась патент, поэтому уже не получает, вот, но он зарабатывал около миллиарда за продажу лицензий на использование этого патента. Только за продажу лицензий. Вот, но самое смешное, почему никому за 200 лет не пришло в голову поставить шарнир? Почему? Понимаете? Потому что мы не исследуем пространство, наше операционное пространство. Мы очень плохо его исследуем. Мы практически этим не занимаемся. Вот, смотрите на кухню, в любом, она крайне неудачна. Вот, у меня уже есть целая компания, которая занимается редизайном архитектуры так называемой кухни, вот, пытается разработать концепцию инновационной кухни, вот, потому что наша кухня совершенно не приспособлена. Опять же, всё компромисс, всё строится на компромиссах. Ну, я не буду сейчас рассказывать про то, что они делают, но надеюсь, покажу, когда у них что-то появится готовое. Вот, почему? Потому что вы тянетесь туда, вы тянетесь туда, вы тянетесь к печке, вы всё перемещаетесь, слышите массу каких-то движений ненужных. Что-то рассыпается, что-то, ну, сами знаете, что такое готовить. Вот. Нет, вы знаете, у меня не так. У меня, когда был капитальный ремонт в квартире, у меня попался очень классный мастер, который изготовил кухню. И он сказал, я когда пытаюсь вот здесь, представляю, какую кухню хочет хозяйка, я ставлю себя на её место. Да. Ей будет удобно. Мне настолько удобно. У меня уже, наверное, лет восемь эта кухня, я обожаю, потому что там всё продумано, всё удобно. Он у меня десять раз спрашивал, а как тебе, удобно вот так или вот так? Да. Вот это самое главное, когда ты понимаешь запрос клиента, да, и какие проблемы. В большом случае, Проктор Энгембл отправил своих менеджеров провести три дня, трое суток в обычной американской семье среднего класса. Просто сидеть и записывать вот все движения и прочее, прочее, прочее. И результатом этого исследования явилось, во-первых, вот этот шарнир, во-вторых, бумага, которая впитывает в себя влагу. Потому что оказалось, что обычная швабра, она просто размазывает влагу по кухне и толку от неё никакого. Вот. Вот эта бумага и так далее. То есть у них родилось около десятка идей, вот наблюдений из этих наблюдений, которые они превратили в продукты. Вот. На Проктор Энгембл достаточно легко, потому что, если уж понятная идея, там инженеры, которые умеют превратить этот продукт. И финансов для масштабирования более чем достаточно. А вот снартапы приходится проходить через все эти этапы. Но самый главный этап, конечно, самый главный этап – это найти вот идею продукта или услуги, которая будет нужна. Да. Вот. Здесь вот ТРИС не очень хорошо работает, скажем так. Вот есть методы создания эмпатических карт. Вот. Они не в ТРИС были придуманы, они были придуманы до ТРИС. Точнее, не до ТРИС, а не так давно. Вот. Вот. Вот это основано на погружении себя в роль пользователя. Вот. Вот. Например, тот же велосипед. Вот. Когда с него слазишь, он падает. У него два колеса. Он не держится. Поэтому придумали подставочку. Вот. Вот элементарный пример. Вот я слезаю дальше. Дальше. Вот я, например, покатался по грязи. Я приехал домой. Велосипед весь грязный. Надо его чистить. Вот функция. Пожалуйста. Почему никто из стартапов не занимается устройством для очистки велосипедов? Потому что он кнопочку нажал, и он чистый стоит. Ну да. Такое можно, конечно. Я знаю, как это сделать. Вот. Интересная идея. Да. Сколько людей приходится чистить велосипеды? Ой, да не дай бог. Сама знаю, что это такое. Да. Самое муторное занятие. А вот я расскажу сейчас, вот отвечу на вопрос, почему технологичные стартапы не доходят. Вот. Как раз тут идея очень простая. Поставить, допустим, ультразвуковой вибратор, который заставит велосипед весь трястись, и вся грязь, естественно, насыпется тут же практически. Да. В принципе, ультразвука используется в стиральных машинах. В конце концов, сегодня. Вот. Вот. Так вот, сразу возникает вопрос. А вдруг там рассыпется что-то нужное в велосипеде? Да? Вдруг что-то испортится от этой тряски? Если не испортится, то сколько будет стоить трудосуковой очиститель? Ну, это должен быть он маленький, компактный, ручной, правильно? Да. Но если маленький, компактный, то должен быть мощный. А мощный – это означает уже не дешевый. То есть, если он будет стоить дороже всего велосипеда, то… Да, конечно. Да. То есть, он должен быть маленьким, эффективным и стоить очень недорого. И вот тут как раз это вот относится к робототехнике и к высокотехнологичным стартапам. Вот здесь иногда стартапы начинают экспериментировать. Они пытаются создать наиболее дешевый виброгаситель, там не знаю что, вот, для очистки велосипеда. И получается, что он не работает. А работает только дорогой. И вот возникает противоречие. Как продавать дорогой? Вот дорогой не продашь. Вот тут стартап сделал прекрасное устройство, которое всем нужно, но не продается. Потому что стоит дорого. Вопрос, можно ли снять на него цену? Конечно, можно. Конечно, можно. Да, он будет стоить реальную цену, но продавать его можно дешевле. Но стартап может добирать эти деньги за счет какой-то другой идеи, привязанной к продаже этого очистителя. Но здесь я уже не буду продолжать. Пусть подумают люди. Могут у нас лучше. Ну да. Как можно заработать. Ясно. Ну хорошо, с идеей разобрались. И еще один момент такой, который я отметила, вот, работа со стартаперем, это то, что они, мало того, что они, как бы, не могут описывать проблему. Даже если они ее понимают, то настолько много текста лишнего, заумного, и в итоге вообще теряешь, ну, саму нить. В чем же заключается эта проблема? Ну вот где-то, по моему, оценка, ну, процентов два всего стартаперам сумели описать действительно реально проблему. Остальные все это плавает. Ну, мировая статистика, вот, причин краха стартапов тоже это подтверждает, да? Да. Что они имеют работать с проблемой. Да, наверное. И какой бы вы порекомендовали, какой бы инструмент, ТРИС, подошел бы для того, чтобы правильно выбрать ключевую проблему? Ну, карта восприятия проблемы, во-первых. Оцениваем мнение стейкхолдеров проблемы в том, потому что, вот, проблема может действительно существовать, вот, она видна, но каждый ее воспринимать может по разной стороне, под разным углом зрения. Вот, карта восприятия проблемы, отличный инструмент, вот, придуманный Дарлом Меном, вот, из Великобритании в свое время. Вот, отлично работает и прекрасно работает с выявлением ключевой проблемы. А дальше ключевую проблему нужно уметь описать. Вот, ну, у нас в ТРИС вот есть описание инновационной проблемы, вот, шаблон описания инновационной проблемы. То есть, четко, одним предложением, вот, нужно уметь описать проблему одним предложением. Ну, мы показываем, как, это может быть недостаточный эффект, избыточный эффект и так далее. То есть, на этапе выявления и формулирования проблемы в ТРИС великолепные инструменты, которые, в ТРИС, поставленные задачи. Вот маленький пример приведу. Ну, одна команда, это ветеринарная академия. Мы хотим создать центр конной индустрии, внимание, на базе нашей академии. И проблема в том, что студенты, так как они видят проблему, проблема в том, что студенты, вот, они хотели бы заниматься верховой ездой. А я говорю, а еще какая проблема? Какие еще проблемы? А потом дальше я читаю, читаю по ходу презентации. А я говорю, так вы же пишите, что у вас проблема другая. У вас нету, студенты не видят лошади, а у них целый курс есть. Уходы за лошадьми, там болезни, там и так далее, и так далее. А лошадей нету. Нету такой вот, ну, базы, базы. Может быть, для этого нужно. Это качество образования, иначе студент, получается, заканчивает ветеринарную академию. Если его берут куда-то там на конезаводы племенные, или там даже на ипподромы, они лошадь будут первый раз вот увидят в глазах. Может, это проблема, а не то, что они дорого идти в какие-то частные, к частным коневладельцам, что негде покататься на лошади. И вот так вот размывается проблема, они их не могут описать, и главное, сформулировать. Так что я с вами полностью согласна, что карта восприятия проблем – отличный инструмент, который позволит все заинтересованные стороны студента и сам вуз. Правильно? Да. Вузу нужны качественный специалист подготовленный, да, а студент тоже, чтобы его куда-то взяли на работу, именно в частную конюшню. Конечно. Он должен, конечно, с лошадкой уже пройти на практике. Вот теперь мы подошли к последнюю, у меня такой вопрос о бизнес-моделях. Да, это тоже понятно, что крупные корпорации, у них уже свои устоявшиеся модели, бизнес-модели, разные методики, множество методик по разработке бизнес-моделей. А вот для стартапов все-таки они работают в условиях полной неопределенности. Изначально их бизнес-модель, она строится из гипотез. Они потом только могут, как бы на стадии уже эксперимента, попытаться проверить, работает она или нет. И вот относительно недавно для стартапа был создан такой общий язык бизнес-модели. Ну, вы знаете, это канва, да? Канва. Да, и вот канва это… Астервальдера. А? Астервальдера. Да, Астервальда, Александра Астервальда. Девять блоков моделей, которые позволяют визуализировать абсолютно все компоненты твоего проекта, твоего бизнеса. Вот, и на предыдущих наших беседах мы говорили с вами о том, что полезно интегрировать подходы бережливых технологий и ТРИС для крупных компаний. Но я думаю, что, возможно, эта интеграция полезна. Мы же говорим о бережливом стартапе, уже говорят давно, да? Что эта интеграция полезна и для стартапов. Вот в 2010 году вы выступали, я прочитала в интернете, на вашем сайте, вернее. Вы выступали в Италии на международной конференции, ТРИС-конференции, и как раз говорили о необходимости разработки новых подходов к бизнес-моделированию. Потому что все существующие, ну, в принципе, можно сказать, что они не настолько эффективны, как были раньше, да? И вы доказали, что у известных сегодня методов разработки бизнес-моделей есть серьезный недостаток. Эти модели не обеспечивают компаниям формировать непрерывный поток генерации идей. Вот этого нет. Вот. И, может быть, со мной кто-то поспорит, что для этого кайдзен существует, процесс непрерывных улучшений. Но кайдзен – это не инновация. Это не инновационная идея. Правильно? Да. И вот бизнес ТРИС, я вот, подскажите, пожалуйста, если я не права, что вот как раз это вот инструмент для стартапа Линканвас, что он удобен. И если ТРИС еще добавит туда элементы ТРИС, то как раз этот бизнес-модель и будет способствовать генерации правильных идей, да, инновационных? Так, правильно? На самом деле сегодня любая успешная компания, но зачем стартапов? Стартапы создаются сегодня. 90% стартапов создаются с целью довести, значит, идею до масштабирования. И как только начнет масштабироваться, тут же продать крупные компании. Заработать на этом большие деньги и уехать на Мальдивы, Гавайи и куда-то там наслаждаться жизнью. Вот. 90% стартапов создают. Только 10% стартапов нацелены на то, чтобы стать самостоятельной большой корпорацией. Почему? Потому что это крайне сложно. Сегодня корпорации, которые выживают, это, по сути, конвейеры инноваций. Если вы не создаете у себя корпорации, конвейеры инноваций, то сегодня выжить становится очень сложно. В современном рынке, с современной конкурентоспособностью. Вот. И поэтому нужны постоянно новые инновационные идеи. Инновационные идеи нужны как на уровне продуктов и услуг, как ваша компания производит, так и на уровне бизнес-модели. Почему? Потому что бизнес-модель определяет отношение между самим бизнесом и его надсистемой, и его окружением. Окружение надсистемы. Это клиенты, это партнеры, поставщики, логистика. Все, что окружает вашу компанию, все, что на нее влияет, влияет на ваш бизнес, но ему не принадлежит. Вот это надсистема. Так вот, бизнес-модель определяет отношение вашей системы с ее надсистемой. Особенно важны отношения между бизнес-моделью и клиентами. То есть клиенты, можно, например, взять такую сектор, как продажи, отношения с клиентами бизнес-модель Эстер Вайлера. Как вы продаете? Продаете за стандартную цену. Или же вы продаете за абонемент. Или же вы продаете за отложенный платеж. Либо же вы продаете, вообще вы отдаете клиенту, а вам деньги платит не клиент, а государство. Вот как мне. Как я, например, у стартапов, как правило, нет денег, достаточно, чтобы оплатить проект ТРИС-консультанта. Ну, ТРИС-консультанты сегодня редки и берут дорого. Вот, поэтому государство... И за счет подписки, да? Государство дает гранты. Например, компания получает сертификат на ТРИС-проект. Вот, то есть компания ничего не платит, привлекает меня, как ТРИС-консультанта. Я делаю ТРИС-проект, заканчиваю. Компания подписывает, что все закончено, сделано. И я получаю деньги от государства. Вот. Только таким образом можно привлечь ТРИС... Ну, есть другие модели. Когда ТРИС-консультант делает что-то за будущий процент в этой фирме. Да, получает там 3-5 процентов акций в этой фирме. Работает бесплатно на компанию. Это отложенный платеж. То есть бизнес-моделей может быть много. Так вот, в каждом... Каждые услуги, каждому продукту должен быть определен... Определена бизнес-модель для него самого. И если мы берем стандартную бизнес-модель, в ней что-то может не работать. Поэтому мы берем эту проблему... Это неработающее... Это звено, как правило, бизнес-модели. Формируем из него проблему. Транслируем его в ТРИС-средовскую проблему. И решаем с методами ТРИС. И получаем новую бизнес-модель. Такое тоже есть. Отлично. 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 Ну, хорошо. И подводя итог, да? Я так понимаю, что множество есть инструментов ТРИС, да? Которые подойдут стартаперам. Нужно их только научить. Научить этому, правильно? Конечно. Это задача уже экспертов, трекеров и, скорее всего, и самого вуза, которые уже создавали, планируют создать, создавать акселераторы. Без ТРИС никуда. ТРИС основан на... Главное в ТРИС – это изучение закономерностей развития систем. Как бизнес-систем, так и технологических систем. Понимаете? То есть, зная закономерности, куда движется этот мир, можно заметно снизить степень риска, инвестируя в правильное направление. Вот и все. Больше никто... Да, все все знают, а упираются и говорят, зачем на ТРИС? Это так тяжело. Вот мы запускали несколько раз, корпорации говорят, а вот он не работает. Никак не... Почему он во всех странах работает? Почему? У нас не работает. Ну, понятное дело. Хорошо, Валерий. Спасибо большое. Спасибо. Я хотел бы с вами продолжить и сделать следующую беседу. Это по патентованию, в принципе. Нужно ли это? Это очень интересная тема, полезная. Это очень интересная тема. Да, и в первую очередь я хотел бы даже упор сделать даже не столько на бизнесе, на корпорациях, сколько на вузах. Правильно? Конечно. Можно и тот аспект взять, да? Можно и тот, и другой. Да, да. Хорошо. Все, спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Валерий, спасибо огромное.